здравствуйте дорогие друзья это анапа и сегодня 10 ноября 2018 года мы сейчас с наташей пройдем по анапе но эта улица ленина пересечения с какой улицей с кирова справа от меня вернее слева от меня сбербанк и сейчас мы пройдемся по улице калинина да за сбербанком который идет быстро очень в анапе вечерею вот вроде бы сколько сейчас времени около трех всего часов а солнце уже как-то низко как-то так зибковато солнце не видно она уже косой а сейчас мы конечно ну тень понятно но солнце светит не сверху а сбоку и мы получаемся в тени в холоде да я еще вот не поевший но у меня лежит в рюкзачке маленькая постная лепешечка печеная а оливер только постная печет она сухая похоже на мацу ничего не имею и солнце да и вот опять 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 красиво конечно когда солнце светит сквозь листья понятно что в пять часов уже все солнце уже закатывается 6 уже темно у нас какой план мы сейчас проходим идем до маяка до маяка и возвращаемся обратно по протапово да но мы даже должны забрать машу а я ей деньги дала да поэтому маша как раз так огорчилась когда я сказала что мы прогуляемся с папой и вернемся за тобой да вы за мной придете так но чтобы зрители убедились что я иду не один я должен показать сейчас тебя со стороны айболита нет он не видимо не на этой улице да ну пойдем до кошки красивые но кошки мы сейчас идем против света конечно это очень конечно все художественно снимать против света как в кино но видно плохо да красиво санаторий кувань мы сейчас скажешь огромный монстр советского не знаю а вот и фотка нет я сначала думала это собака ага ага нет это подходит санаторий делуч корпуса делуча самый крупный комплекс лечебный хорошо ты комментируешь наташа замечательно великолепно тебе вчера сказали что жена у тебя умная только из-за того что она знает слово ну давай его сейчас рассмотрим повнимательней потому что это очень мы его показывали до наших прошлых съемках на сегодня мы посмотрим мы в 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 А вот мы по той ходили А вот, говорят, сюда Вот прям, видишь, можно заходить А этот доктор сидит А он сова еще здесь Осторожно Осторожно Да, тут я на собаку наткнулся Добрый доктор Айвали Здорово сделано Они, конечно, видимо, берутся Они патиной берутся Срослышишь, Стас? Ага Они берутся патиной, он по низу уже Видимо, там, где больше Выпасы появляются Там, где Конденсата больше Конечно, он по низу уже Зеленый И у бегемота лапы зеленые уже Да, натуральная бронза Да, действительно, патина Ее ни с чем не спутишь Ну вот, насладились Обществом доктора Айболита Со зверятами И идем дальше Да, вот Уже было питание Угу Первый этаж Видимо, для инвалидов А дальше прошел Греческий Угу Что в Греческом зале В Греческом зале Мы же делаем Да Это косейня У Пушкина А вот и сам Александр Сергеевич Вдохновенный Вдохновленный Здесь кошка важная Здесь такая кошка лежит Видишь, кошка? А это какой-то, смотри, Барбаревич Да А, ну кошку надо показать Кошку надо обязательно показать А вон те Да Осенние Анапа Осенние коты Да, он Очень симпатичный кот Почему за даром снимаем Как вам не стыдно Лезть коту в морду прям Видишь, тоже как сделали Мансарду забородили Вон там На вот этом корпусе Делась же Ой, Надежда Это же Надежда Обратим внимание Где Мансарду сделали Раз, два, три, четыре, пять этажей И сделали шестой Санаторий Надежда Вон там, вон, видно Вот эти вот То, что все под белым этим Профлистом Это же все Вот под сайдингом Это все уже сверху На крыше сгорожено Да По сути Это как у нас Помнишь, дом Где на Ленинградской Мне вот так Дело Вот так Все время так Дальше пойдем По делуческому корпусу Ну пойдем Пойдем Не, да тут куда Не пойдем В любую сторону Вон какие красивые Ландшафтные композиции Деручие там знают Кто Оформляют Они свою территорию Считают Все жители города Могут гулять В этой процедине Постоянно О Еще один Дружок В этой процедине А эта площадка, где там проходят цели развлекательных мероприятий, санатория делучих, в частности, дискотеки, викторины с мостовиками-затейниками, как в советское время. Да. Давай Пушкина покажем. Люди говорят о штормовом предупреждении. Мне тоже сообщение пришло. Та-дам. Пушкин параллельно. Пушкин параллельно. Пушкин параллельно. Пушкин параллельно. А вот пандусик, кто не пасуете. Ага. Он должен ходить. Ребен. Здесь и сглубы. Знаешь, я не знаю. Сглубы. А вот смотри, какая яркая клумба А я хотела сказать, что здесь герани выращиваются не так горшечные комнатные растения А на улице, в клумбах Ну, видимо, действительно, затишье перед бурей Нет, завтра, сказали, к 11 по 14 усиление ветра Но обычно нас это так сильно не забивает Оно по кране-то есть, может быть, где-то что-то Ну, подует ветер, ну, чуть-чуть Чтобы ветра не видели Первый год удивлялись ветра Ну, подумаешь, ну, сломают несколько деревьев Ну, поет на кого-то На пару машин Ну, не ставьте под деньги А после этого берут, пилят, все убирают Поэтому коммунальщики не расслабляются круглый год Да Да Я на обгон Улица Пушкина По ней я еще не ходил, кстати Да, ну, не снимал Ну, может быть, снимал Я много чего снимал, да Амигос Самая какая-то центровая туристическая улица Все санатории сюда выходят, отправят Автобусы туристические здесь проходят Угу Здесь вот посадку туристов На экскурсии отправляем Отсюда Вот мы дошли до высокого берега Кто отдыхал, пожалуйста Полюбуйтесь Как выглядит санаторий на высоком берегу А где склеп? Какой склеп? А, склеп там же, возле билета Давай Да, это курортная зона Справа парт-отель Стоит Везде свободные номера Вот такие вот детские площадочки спортивные Теннисный корт Ну Давай покажем его О, видит дядечка Да, дядечка загорает Я бы сказала, что дядечка делает Нет, склеп на месте Да, вот она, курортная жизнь Вот видите, дядечка стоит Да Слушай, какое обилие черных котов Здесь черных, да Вообще абсолютно черных Вообще не пятничка прямо Вон ворона А вон еще кошки валяются на газоне Слушай, а то их фотографии Трансформаторы его будут Да, теплом Теплом воздуха По охране Ну вот он склеп Про него я уже рассказывал Показывал Показывал Это склеп Героона Он был в другом месте Вообще он найден был Краеведом Веселовским Станицы Анапской В 1908 году Перевезен в Анапу И должен был стать Центром Таким Культурного парка Вот Он был Зарыт То есть вот эта вся часть его Была покрыта землей Вот вход только был И к входу вели ступени Вот они тоже были так выложены Но при строительстве потом Золотой бухты Вот она сейчас там Открывается За этими кустами Он помешал Склеп этот разобрали Сложили Штабеля Да И закрыли Брезентом Или чем там Вот И он так долгие годы лежал И только в конце прошлого года Его По настоянию общественности Извлекли на свет божий И вот здесь почему-то Возле бювета Сложили Вот Внутри он конечно раньше Был отштукатурен Орнамент там был Свастики были В орнамент включены свастики Вот Фотографии можно найти На Анапа Тудей О нем писали Подробно очень Поэтому все это можно Найти Почитать Посмотреть Фотографии были Черно-белые Ну там потом Естественно Сделали Цветные Реконструкции Или как их назвать Когда Репродукции Ну вот Мы вышли Сейчас на набережную Выходим Боже мой Какая красота Слушай, ну прямо Слащавая Банальная Классика Туманник Туманной дымки Белеет парус Ну куда же от этого денешься Ну если это красиво Как бы то ни было Ну как раз Ну как раз Сейчас красота Потому что нет Листи Света Получилось Ну вот Ну и без котов Конечно Невозможно Вон лежит Да он целое Целое семейство Семейство Кошачье Объект А он там написано Продажи Квартир На Золотой Бухте Ну не нафиг Нужно Квартира Золотой Бухте Я не понимаю Не, ну его когда строили Конечно Когда задумывался Этот проект Из-за которого Люди погибали Конечно Казалось Что так будет всегда Потому что Были тучные воды Это парочка Недвижимость росла К нам так шла Кошачья Казалось Что это очень Заманчиво И здорово И все захотят Купить здесь квартиру А теперь Очень дорогая Недвижимость Очень дорогая В обслуживании А для жизни Для реальной Конечно Не нужно Люди с деньгами Могут приехать И снять На неделю На месяц Снять В этом же апарт Портель Обожаю Когда вот такая Легкая Такая пуманная Люди Ничего Купаются Ну Видишь В воде Кто-то Парень Он стоит Нет Сейчас Тепло Нормально Сильного ветра Нет И Чувствую себя Нормально Это у меня съемка Не трансляция Так что Подрезать мне нужно Да Мне просто нравится Тем более я варю Еще была Задание Полы Надеюсь Она Помогла Будет вообще Хорошая Суп Думаю Сварим Вот думаю Прийти И клетки Пострякнуть Только пачку Маргарина Надо будет Купить И клетки Вот он Ковчег Видишь Где А Не знаю Говорят Что цены Здесь вполне То есть Если днем Планировать Сюда прийти То вполне Может быть Как говорится И прогулочка И возле моря Побывали И за столом Посидели Ну да Но я в нем Ни разу не была Не смотрела Как там Пришли там есть Может зайдем Сейчас Специально Когда-то пойдем С целью Прозондировать Как там Ну просто Даже хотя бы Посмотреть Насколько там Внутри Симпатично Уверена Что Айрат Служного Здесь Не были Юра С Ларисой Наверняка Тоже Только Мимо Проходили Это Репертуар Ковчег Посмотрели мы Этот ковчег Очень Дорогие Спиртные Напитки Своё Нельзя Приносить Да Ну это В общем Хотя вид Конечно Из окна Очень красиво Сидеть Возле окна И смотреть Вот на море Это конечно Того стоит Можно и деньги Выложить Хорошие Но Таковых У нас нет Но в таковых У нас сейчас Нет Да Как говорится Если бы были Как говорится Ладно Тут же Не жалко Если только Из этих Соображений Что Завид Ну Саша Есть у Напарта Отель Есть санаторий Номера Есть Все равно Можно взять Номер На сутки Арендра На сутки Номер Обойдется Речь Друзья Идет О моем Грядущем Дне Рождения 16 ноября У меня День рождения Вот И мы Сейчас Планируем Где его Провести То ли Дома То ли Вот Сейчас Мысль Пришла Где-то В кафе Зашли Вот В этот Ковчег Но Конечно Не По карману Дома Дешевле Конечно Хлопотнее Но Хлопотнее Да Нет Ну Даже Просто Я по меню Посмотрела Допустим Как Вот Вы В колхите Сидели Там По меню Во всяком Случа Все Понятно Ясно Здесь Да Они На мясе Специализируются В общем-то Стейки Очень такие Разнообразные Они делают Я думаю Что делают Вкусно Ага Мастерство Обрабатывается Постоянно Когда Тренируется Ну 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 Слышна Гитара Сидит Одинокий Музыкант Ну Шляпник Ходит Киска 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 Спит Ух ты Шары Лол Такие Огромные Мы Мы с Машей Видели Даже Когда Вот Искали Конечно По две И по три Тысячи Они Лол Уже все Прошла Мода И Прошла В нашем Более Да Что хочу Лол Мне нужен Лол Мне надо Много Лолов Мама Нашка Молитая Все Надо Все Хочу Сразу Так у нее Этих Лолов И было Достаточно Правда Там И на Брак Натыкались И Ой Как она Избавлялась О Смотри Какой Красавец Лежит Опять же Осенний Анапский Кот Рыжего Или Белого Белого Конечно Я Рыжего Не вижу Никакого Осенний Анапский Кот Ага Замаскировалась Ну это Прямо Ну это Прямо Ну Говорит Их потом На норах Переделывать Будет Вот Таких Точно Можно На норах Переделывать Таких Гладких Пушистых Оскорбилась Ага Ух ты Ух ты А тут Пустите Коты И море Ну Вообще Такая Площадка Ага Банкета От 800 Кублей Тоже Между прочим Сведя Только Снаружи Конечно Сделано Скорее всего Летнее Его Видишь За шиной Уже ДСП Ага Да Ну и тут Мы Прервемся Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Привет! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok там экскурсия впереди свежеприехавший корпус в столовой санатория Маляк возле него кошки, которые тоже ждут ужина когда выйдет отдыхающий после ужина лица корня тут хорошо, на солнышке так тепло разметка у него была асфальт с кучей проваленной разметка была прошел 100 метров посиди две минуты или постой все указано, расписано было а новый проложили, но никак не восстановить разметку может быть когда-то это случится ну ладно, вот здесь в принципе есть и все мы сейчас добрались потихонечку с сомбуса поедем уже для остановивших я думаю, нафига нам зная разметка когда есть приборы, которые отхитывают прозрачные это расстояние а что он про что говорил? про разметку через каждые 100 метров длинная набережная ну как-то ринкур она была разметочная не, почему можно было сделать ну допустим вот взять отправную точку от маяка ну как бы ориентир такой и вот в ту, в другую сторону ну интересно просто здесь нет виду он просвет это да скучки, которые считают и надо думать, что у нас пенсионеры такие бедные и несчастные все у них нет если у них нет, то есть дети, есть внуки которые им уже не знают, что подарить или дать им потому что это надо взять несколько задали себе интервал 100 метров уходите уходите сказали вам ходить километры уходите километры 10 раз по сути все весит все весит ну и все поворачиваем и все к Ленину к спину с тылу будем Ленина обходить уходите 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 смотри как в тумане уходите на зиму упаковали Ну, да. Помнишь, как я ходила? Я ходила... Как-то оставить все открытое. Это же компакт. Находи, что хочешь. Делай, что хочешь. Это так, что вы просто и походите. Стоите, что-то в голову. Ничего страшного не случается. Мемориальное озеро, кладбище. Все хорярко, все чистенько, красивенько. По кладбищу у меня есть отдельная прогулка. Ее можно найти. Ну, да, видимо. А, это, кстати, санатория какого-то привозили. Видишь, люди выходят. Ну, да. Да. А я прям почему-то рисовала. Думаю, может, какие-то пофороны, особо заслуженные у человека. Да, но... Просто... Пошли. Хороший-то супер пофороны. Какой-то... СколькоARD такое? Поймите. Ага! Сейчас, давай, пока. Ага. Ага, давай, давайте. Ага, давай. Аааааааааа. А-аааааааааааааааааааааа. Ага, ага, ага... Даааааа... Мне вот здесь нравятся старые домики, поменялись еще с таким ограждением, с этими перильцами, с балясинками. Большинство, конечно, поменяли их уже на металл, а в некоторых оставили. Немножко красиво. Очень красиво. Ну, сейчас тихо, ветра нет. Можно о чем-нибудь рассказать. Например, о том, что это музей, проявительский. Неплохо, кстати, по этой позиции. Да? Музей. Музей Кузьмин. Вот я так трансляцию и назову. От Пушкина до Гудовича. Этот репортаж, Наташа, я назову от Пушкина до Гудовича. Или от доктора Айболисы? Не будет он у тебя опять, черт знает где. Тут надо конкретно выставлять Дилуч. Такой-то корпус, такой корпус, такой корпус. А кто-то, кто ищет Банапи, вылечит Пушкина, интересно. Меньше всего, по-моему. Хорошо, от Дилуча до Маяка. Да? Здравствуйте. А как это нужно? Плитка мне поразила. Вот это вот вымощенные плиткой тротуарной. Дорожки чистые. Давай мы их покажем. Еще такие бывают когда. Сейчас вот они сочинили, потому что долго не было дожди. А когда дожди начинают, между ними такой яркий, сочный, зеленый, мокрый. И все это такое пёстренькое и красивенькое. Так выложены и розы цветы, и аккуратные скамеечки ухоженные. И подстриженные, аккуратные подрезанные вот эти вот все пусты вдоль дороги. И детские площадки, на которых никто не закручивает спираль качели. А все ровненькое. Я посмотрела, я сказала, я хочу, чтобы мои дети росли вот в этой красоте. Чтобы у них какое-то эстетическое чувство на бытовом уровне было вот просто изначально заложено. Потому что они не понимают. То есть они растут вот на этих раздолбанных дворах, где из песка, из утрамбованной грязи, из какой-то торчат вот такие вот камни. Валяются бутылки, бумажки. В песочнице такая, что ее там только кайлой можно раздолбить. Тогда понятно. А качели одна и вся кривая. Потому что там, не знаю, какие-то взрослые мужики просто их пытаются ломать. Ну какой, может быть, у человека эстетика? Какая эстетика взводит у человека? Ублюдочный, абсолютно. А когда вот так, когда здесь беспокоят деревья, когда их ставят растяжки, когда подрезают пусты постоянно, высаживают цветы. Дети это видят, дети это понимают и чувствуют. Да, за сезон, что греха стоит, отдыхающие нас выбивают, вытапкивают, вырывают цветы. Ничего, город с этим мирится. Город опять начинает засаживать, настилать газоны, перекапывать, рыхлить, подкармливать, подстрелять. Высаживают розы каждый год практически. Нынче вот, кстати, да, курортные сборы опять высадили розы. А то ведь не высаживали в прошлом году. А в этом году, вот сказали, опять будет высаживать розы. Освещение налажили. Так что, напоится. Во всяком случае, хотя бы это. Вон сосеночка высажена и так с любовью закреплена растяжками. Кстати, много вообще молодых деревьев. Вон, видишь, подсадили. Да. То есть вот старые постепенно убирают, но новые подрастают. Да, много деревьев нынче высажено. Здесь несколько лет высаживают новые. Да вот в прошлом году буквально на Северной высадили уже большие деревья. Ага. Рябины там. Мы с тобой снимали, какие там высадили деревья. Ну, они, конечно, и стоят, будь здоров, одно дерево. Ну, 18 тысяч, он говорил, одно дерево. Да, 18 тысяч, одно дерево. Рабочий нам рассказал. Поэтому стараются, конечно, лучше это проводить. Да, вот опять табличка сквер Гудовича. Вон такой вот протяженный сквер. От памятника и до улицы Ленина доходит. И вот остатки роз. Подстрижены, подрезаны. Вот поликца. Да. Знакомые многие. Бювет. Смотри, как красиво листва упало. Да, упало с одного дерева. Угу. 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 Да. Конечно, со стабилизатором. гораздо лучше стала картинка, поэтому я еще раз благодарю Игоря Звалинского из Москвы, но и многих-многих других. Там порядка 20 человек, которые отправляли свои взносы на этот стабилизатор. И вот теперь благодаря им можно действительно смотреть. Я сам порой пересматриваю. Вот наснимаю, а потом включу и смотрю и слушаю себя тоже, что я там бурчу. Тени уже длинные, смотри как солнце прямо нам в спину. Ребенок встал. Здесь уже в сквере он более городской, а там действительно санаторный такой. Там идешь даже такое впечатление, как будто ты просто по территории санатория идешь. Потому что корпуса, лечебный корпуса, столовый корпуса, еще что-то, площадки, а здесь уже все. Достань пожалуйста у меня из рюкзака лепешку. У меня есть рюкзака. А у тебя тоже лепешка? А я думал, ты сейчас... Ты будешь есть, да? Ты решила меня перетянуть в пункты и комментарии? Ну вот у тебя целая лепешка? Вот лепешка. Она даже теплая еще. Она сохраняет тепло еще. Надеюсь я ровну твоего тела. Да. Я тоже тоже с вашего позволения. Отнови меня, пожалуйста. Ну держи. мы сегодня снова говорили о здоровом питании бери да питайся так как ты считаешь нужно соответствии со своими убеждениями и все а что они говорили что одному здорово, то другому может быть не очень здорово все же дело не только в питании а вот тоже высажены, смотри причем какие-то такие продолговатые листочки интересные что это такое? это рябина? или не рябина? рябина была бы с плодами но красиво все равно Маруся, ты дозрась к самому объяснила, как раз вот такие да еще не пришли Матся Матсан По сути, ты прав, это Матсан А преснаки те самые Пресных есть Да, да Молодежь наша Наша молодежь Проводит свободное время Мужики здоровые Ну вот Так что это лицензированное Такое хорошее Профессиональное Покрытие Что сделано С мировыми стандартами О, это Вася, прыгай вместе Вася, прыгай вместе Сейчас, проланки Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Вот это вот на заставочку и надо ДимаTorzok Да-да-да, я снял хорошо уже ее ДимаTorzok ДимаTorzok Дальше мы его постоянно посещали Особо охраняемая территория Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok